Здравствуйте, это программа Мнение. Снова говорим о коронавирусной эпидемии, эпидемические угрозы, испытания вакцины, разработки новых препаратов. Обсудим сегодня с вице-президентом Российской Академии Наук Владимиром Чихониным. Он на связи с нами. Владимир Павлович, я вас приветствую. Здравствуйте. И сразу задам первый вопрос. На сегодняшний день мы знаем уже о трех российских вакцинах. И они находятся в разной степени внедрения. Идут уже пострегистрационные испытания вакцины «Спутник Ви». Сегодня мы говорим о том, что эти испытания идут уже в Белоруссии, то есть в других странах. Завершены клинические испытания вакцины Института «Вектор». И разрешение на клинические исследования получила цельноверенная вакцина Института имени Чумакова. Вот на ваш взгляд, можем ли мы сегодня говорить о состоявшейся тройке лидеров этих вакцин? Или у нас будут, нас ожидают еще впереди какие-то новые разработки? Нужны ли они сейчас? Добрый день, Елена Владимировна. Вы совершенно правы. На сегодняшний день у нас три вакцины находятся впереди, что называется. Вакцина «Гомолеевская» находится на третьей фазе. На третьей фазе находится и вакцина «Вектора» Роспотребнадзора. И в первую фазу клинических испытаний вступила вакцина цельноверенная Института имени Чумакова. Все три вакцины активно поддерживают и идут тем графиком, тем планом, который был намечен заранее. Я думаю, что все сроки, которые намечены ранее, будут выполнены. И действительно мы получим в своем распоряжении три варианта вакцин. Что касается других вакцин, то они в качестве кандидатных тоже существуют. Идет наработка данных для окончания доклинических исследований. В разной степени, в разной мере находятся разные вакцины на этом этапе. И на сегодняшний день можно говорить, что по крайней мере четыре, может быть, даже пять кандидатных вакцин, что называется, находятся на этапе доклинических исследований. Но это, естественно, повторяю, это кандидатная вакцина, это потребуется время, потребуется средство, чтобы перевести их с этапа доклиники на ограниченные клинические испытания. Означает ли это, что уже через несколько месяцев, может быть, в начале 2021 года или в первом полугодии 2021 года у россиян будет решена не просто проблема поиска вакцины, но уже перед нами, как следующая проблема, станет проблема выбора. Каким образом вот здесь стоит принимать это решение? Поскольку, ну, будет, будем надеяться, будет три вакцины, из которых можно выбирать. На какие критерии нужно ориентироваться как пациентам, так и производителям и потенциальным покупателям вакцины? Вы совершенно правы, что где-то, наверное, начиная с начала следующего года, по крайней мере, вакцина «Спутник Ви» будет уже доступна для широкого пользования жителей Российской Федерации и других стран, которые будут вовлечены в эту программу. Немножко позднее будет на рынке и вакцина «Векторовская». И я думаю, что к маю, может, к месяцу мы получим уже полную информацию и о вакцине, о цельноверённой вакцине Института имени Чумакова. Могу сказать, что, естественно, конечно, все эти вакцины прошли этап очень глубокого изучения в доклинике. Естественно, конечно, будут какие-то различия на каждом этапе, каждой фазы клинических испытаний. И по результатам нам надо будет уже каким-то образом делать вывод о том, кому какая вакцина в большей степени понравится. Основными критериями являются, конечно, безопасность и эффективность вакцины. И когда они все будут на общей какой-то площадке находиться, мы сможем принять уже какие-то рекомендательные меры в отношении каждой из них, характеризуя, не рекламируя, а, так сказать, в научном аспекте, характеризуя те или иные преимущества каждой из них. Мы на сегодняшний день знаем из последних новостей, что Роспатент зарегистрировал вакцину Института «Вектор». Вот вопрос о защите интеллектуальной собственности, о защите российских разработок, насколько он актуален? И когда настанет время международных патентов и международного признания, кстати, в том числе и регистрации во Всемирной организации здравоохранения? Вот что это за этапы? Ну, вы понимаете, что защита интеллектуальной собственности – это сегодняшний опыт всех развитых стран, которые имеют мощности, которые имеют потенциал производить совершенно новые инновационные продукты. И понимая, что все три вакцины российских – это инновационные продукты, они принципиально отличаются друг от друга, имеют, конечно, все черты такого инновационного продукта, инновационного потенциала, и должны быть с соответствующими патентами на предмет возможности приобретения лицензий на их производство зарубежными коллегами. Я надеюсь, что все наши вакцины будут достаточно эффективны. О безопасности мы можем уже говорить сегодня в определенной мере. Что касается их эффективности – это, конечно же, вопрос третьей фазы, когда мы получим данные о широкой апробации этих вакцин во популяции людей. И, естественно, конечно, очень важно, понимая аспект контакта вирусной инфекции с вакцинированными людьми. Третий этап испытания вакцин, через который сейчас, в частности, проходит вакцина, созданная в институте имени Гамалея, подразумевает так называемые слепые плацебо-рандомизированные исследования. Это когда каждый, кто-то из вакцинированных получает плацебо, кто-то получает вакцину. Причем ни врач, ни пациент не знают, что именно ему вводят, ему присваивается определенный код, и только в конце испытаний он узнает, что именно было ему введено. Эти испытания, на ваш взгляд, насколько они помогут убедить, в том числе, мировое научное сообщество в действенности и эффективности наших вакцин? Такая практика существует на всех странах. Вы знаете, что, по сути дела, каждый производитель вакцин, он волей судеб должен проходить этап вот такого вот трехфазного анализа качества вакцины в процессе оценки их эффективности. Дело все в том, что мы все понимаем, что одно дело, так сказать, увидеть наличие антитела к коронавирусной инфекции как важный фактор иммунного ответа организма на контакт с вирусом, но, с другой стороны, еще и целый, так сказать, спектр рандомизированных, как вы правильно сказали, исследований в аспекте того, как будет соотноситься общий ответ организма в соответствии с тем или иным уровнем антител. Мы все понимаем, что не всегда та или иная концентрация антител характеризует полноценный ответ организма на ту или иную инфекцию. Это один из очень важных, может быть, даже определяющих показателей иммунохимических, но нужно понимать еще и некоторые аспекты индивидуальных особенностей организма на контакт с инфекцией, особенно после вакцинации этого организма, потому что есть элементы специфических, индивидуальных особенностей гиперэргических реакций организма на контакт с вирусом. Вы совершенно справедливо отметили тот факт, что целепым методом производится вакцинирование людей, причем одной из когорт вводится плацебо, а второй вводится активная вакцина. И потом уже в процессе анализа этой информации проводятся рандомизированные статистические исследования, которые позволяют сделать объективное обсуждение о том, как организм в каждом конкретном случае способен реагировать на контакт с вирусной инфицией. И точно такая же практика имеется и в других компаниях. Например, компания Модерна, я знаю, имеет порядка 30 тысяч в третьей фазе испытаний. Из них, в общем-то, наверное, половина получает плацебо. Компания Джонсон&Джонсон имеет 50 тысяч подобных испытаний в третьей фазе. И тоже, наверное, паритетное соотношение, или почти паритетное соотношение плацебо и основной вакцины. Это очень важная, принятая сообществом практика в оценке эффективности вакцины. Владимир Павлович, важный вопрос. Что сегодня обеспечивает информационную открытость испытаний вакцин? Можем ли мы сегодня с уверенностью говорить о том, что нежелательных реакций, в результате которых кто-то из испытуемых серьезно пострадал или даже умер, не произошло в результате этих испытаний? Кто это контролирует сейчас? Во-первых, активно контролирует сами испытатели этих вакцин. Это организации и Министерство здравоохранения, и Росздравнадзора, и Роспотребнадзора. Все структуры, которые ответственны за производство вакцин, в частности. Мы понимаем и знаем, что вакцина Гомолеевская, это Минздравовская вакцина, Роспотребнадзор ответственен за производство вакцины Векторовской, Министерство науки и образования и Российская Академия наук отвечает за вакцину, которая цельноверенную, которую производит Институт Чумакова. Каждый из ведомств несет, прежде всего, собственную ответственность за качество и эффективность этой вакцины. Плюс есть контролирующие организации в лице Росздравнадзора, Роспотребнадзора, которые понимают и контролируют каждый шаг. Каким образом Российская Академия наук участвует в экспертизе вакцин и лекарств против ковидной инфекции? Как, на ваш взгляд, прислушиваются ли к вам участники рынка? И видите ли вы сегодня единую согласованную политику между ведомствами, которые так или иначе, как вы их уже назвали, предлагают рынку свой продукт? Да, вы знаете, сейчас вот раньше я как-то достаточно критично относился к такому взаимодействию, но сегодня мы можем сказать, что такое взаимодействие полностью налажено. Как вы знаете, на нашей площадке, я имею в виду площадке Российской Академии наук, с большим докладом выступила Анна Юрьевна Попова, где она рассказала о всех аспектах борьбы с коронавирусной инфекцией в рамках Роспотребнадзора. И постоянно мы контактируем с Министерством здравоохранения, с ФМБА, в каждом, по сути дела, отдельном вопросе оценки как вакцин, так и новых лекарственных препаратов, так и диагностических препаратов. У нас сейчас нет никаких серьезных разногласий, есть полное понимание, и мы смотрим, что называется, в одну сторону, и делаем максимально возможное, экспертируя вакцину. На ваш первый вопрос, да, каждая вакцина проходит соответствующую экспертизу на площадке Российской Академии наук. Мы принимаем активнейшее участие. У нас есть специальные рабочие группы, в число которых входят, по сути дела, все наши ведущие академики, тем более, что, по сути дела, все они, что называется, и входят в рабочие коллективы, разработчики вакцин, я имею в виду и академика Зверева, и академика Гинсбурга, и член-корреспондент Ришму Хаметова, я имею в виду цельноверенную вакцину, и другие специалисты, клиницисты прекрасные, академик Малеев, все они, так сказать, вовлечены в эту работу, и, в общем-то, делают ее справно, хотя они относятся к разным ведомствам, и Минздрав, и Роспотребнадзор, и Российская Академия Наук. Сегодня, несмотря на рост заболеваемости, связывает его сначала с увеличением тестирования, но и с тем, что это все-таки проявление сезонных заболеваний, и мы видим, что у государственных органов это не вызывает сейчас серьезных опасений, то есть нет склонностей, и намерения объявлять режим самоизоляции, ужесточать какие-то карантинные меры, так как это было в первую волну весной. На ваш взгляд, сейчас действительно опасность отступает? Или это связано с тем, что просто ковид научились лечить, и он уже не так пугает врачей и медиков? Во-первых, мы понимаем определенные звенья патогенеза, развитие коронавирусной инфекции, понимаем достаточно глубоко, сделаны колоссально обширные исследования, глубокие исследования научные в этом направлении, естественно, конечно, это дает нам уверенность в том, что мы справимся с этой инфекцией. Я не вижу большого ажиотажа, не вижу больших опасений в том, что сейчас у нас увеличивается количество инфицированных людей. Ну, с одной стороны, потому что, в общем-то, это предполагаемый такой момент, который мы предвидели и неоднократно озвучивали на различных площадках, то, что мы будем иметь сезонное увеличение количества людей, которые инфицировались с коронавирусной инфекцией. С другой стороны, вы абсолютно правы, специалисты наши научились работать с, я имею в виду, прежде всего, врачи, научились лечить коронавирусную инфекцию более эффективно, так скажем. И вот я уже неоднократно говорил об этом, что наши контакты с ведущими специалистами в этом направлении, как с пульмонологами, так и с специалистами-реаниматологами, они, в общем-то, дают нам уверенность заявлять достаточно основательно то, что те протоколы, которые были разработаны в процессе глубокого изучения моментов лечения коронавирусной инфекции, работают достаточно надежно. То есть мы все видим, что количество смертельных исходов сокращается, причем основательно сокращаются. Те случаи, которые мы все-таки, с которыми сталкиваемся, они, в общем-то, как правило, являются средствием коморбидных состояний, когда пациент болен не только коронавирусной инфекцией, но он страдает еще целым рядом, целым спектром заболеваний общего характера. Прежде всего, диабетом и другими... Да, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но вот смотрите, сейчас мы фиксируем порядка 8 тысяч заболеваний в сутки. Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не всегда они носят характер заболеваний. Если эта цифра дорастет до 12 тысяч, как это было на пике в первую волну, вот это будет сигналом для того, что вот сейчас нужно объявлять карантинные меры, или все-таки здесь сейчас медики, научное сообщество будет смотреть на число тяжелых течений и на число смертей? Безусловно, какая-то коррекция в принятии решения по вводу карантинных мер будет проводиться. На сегодняшний день мы, конечно же, повторяю, более глубоко понимаем и вопросы патогенеза, и имеем основания говорить о том, что и эффективность терапии в значительной степени увеличилась, усилилась. Могу сказать то, что надеюсь, что мы сможем сезонное увеличение, сезонный всплеск инфицированности коронавирусной инфекции сдержать, и мы не перейдем в ту фазу, которая потребует введения жестких карантинных мер, как это было ранее. Ну и, наверное, завершающий вопрос. У нас осталось около двух минут. Сейчас лекарства против ковидной инфекции. Несколько препаратов уже появляются в аптеках. Они рецептурные, но, тем не менее, они доступны, и их прием может начаться уже в первые дни заболевания, чтобы усилить их действие. Когда могут появиться другие, может быть, формы? Во-первых, другие лекарства уже не на основе действующего вещества фавиаперавира, в основном сейчас это препараты этого ряда, но, может быть, и в других формах, ингаляционные и иные. Есть ли такие разработки сейчас у российских ученых и в промышленности? Разработки такие ведутся, как я уже говорил, и в плане создания ингаляционной формы триазомерина. Вот, естественно, конечно, ведутся другие разработки других противовирусных препаратов. На сегодняшний день они не в той фазе, чтобы их обсуждать, но на стадии доклиники ведется изучение целого спектра подобных противовирусных препаратов. Естественно, конечно, это требует и средств, и времени для того, чтобы адекватно провести доклинические испытания, но мы это делаем, отслеживаем это, постоянно, так сказать, встречаемся с специалистами, которые этим занимаются, пытаемся оценить эффективность, качество этой работы и, в общем-то, при необходимости даем соответствующую поддержку и, что называется, промоотируем такие препараты. Ну что ж, я благодарю вас, Владимир Павлович, желаем вам успехов и здоровья. Владимир Чихонин был собеседником программы «Мнение». Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова